Я в прошлом году где-то в свободном доступе, может я сюда прикреплю, в плейлисте есть свечи Гекаты. Там немножко не тайны, есть тиньские и женские свечи, начиная с липовых и свечей зеробоя, ивовые, там есть разные свечи, но нет, я тогда не загрузила и потеряла видео с набором из 145 трав, цветов, лепестков, всего, что я собрала, что резонировало из моей коллекции с инской энергией, то, что я много лет ощущаю как инскую энергию, я их жгла для себя. Наверное, поэтому не выставила в свободный доступ, но мне сейчас хочется это повторить для общего отжига. Я не помню всех тех трав, сейчас на скидку то, что уже почти готово, из 3-4, которые я жду, сейчас уже жасмин расцветает. Что там было, вот так вот сразу, из того, что я вспомнила, липа, цвет липы, сирень, роза, чайная роза, шиповник, цветы герании, урочной и домашней, павловния была, жимолости три вида, каприфоль, белая и розовая жимолости, обычные были, чубушник был, был жасмин, была айва, белая древовидная и хамамелис, розовый, белый и такой оранжево-лососевый такой. Потом лаванда была, три вида аспиреи, розовая, такая зеленоватая, были мои любимые гортензии, три вида, вигела была, ирисы, но там больше я листья взяла, потому что не получалось у меня с лепестками, только один лепесточек получился. Были, ой, вспомнила сейчас цветы и сразу забыла, фиалка уличная была, цвет персика, яблони, айвы, вишни, потом были незабудки, были немножко, пару веточек будлей и жасмина, ой, жасмина, ландыша, но не лесного, а обычного ландыша, потом сонтрава была, шалфей трех видов был, садовый, синий, белый был шалфей и розовый, и садовый розовый. Было, было три вида ромашки, римская, потом обычная аптечная, и была, я собирала садовую ромашку. Акации три вида, они цветут все лето, розовая акация, было пару лепестков, ко мне попалась альбиции, были, они тоже к акации относятся, были мимозы, пару шишечек, ну, пару цветов оставила, была желтая акация, рикетник, белая, ну, желтая немножко по-другому называется, но в народе называют акация. Потом были пионы древовидные и обычные кустовые, был мак, был донник, был лен, сейчас я тоже заготавливала это для тех свечей, девесила, было много форзиции, было много желтого и белого доника, было много медоносов. Были, по-моему, морозники, они по-ински запели такие зеленые, были цветы падуба, мята двух видов была, цветы. Друг степной был, этот чертополох, была расторопша, были васильки, желтые, колючие, синие, розовые, белые васильки тоже были, там все оттенки. Их я добавила, потому что они как-то так вот хорошо вплетались в эту инскую энергию, наверное, капля ям должна была быть. Черемуха была. И дальше я, опять-таки, много, наверняка, потом сяду и запишу, забыла. Но у меня тогда огромная палитра из растений была, я специально их собирала, живучка была точно. И вот я просто шла руками, выбирала инский поток такой, примагничивающий, всасывающий, не проецирующий вовне, а затягивающий. Было несколько болотных растений, дягель я добавляла, вязель, кстати, был из степного, что-то еще из болотных. И сейчас я жду, чтобы огульник ко мне приедет. Вот вереск, но он мужской, пару этих бузины и вереска, пару цветочков я добавляла. А жду, когда ко мне приедет байкатский богульник. Такой молодые побеги есть, я цветочки жду. По-моему, ну что-то опять забыла, но по крайней мере даже просто можно втечь за голосом и почувствовать, что это очень интересный узор энергии. Очень интересный пучок энергии или поток энергии. А еще зонтичные были, там были голов, еще несколько таких. Ну, зонтичные, это раскрытые, как у укропа, вот эти вот цветочки. Потом, вспомнила, перед глазами лютиковые были, несколько весенних я себе брала. Они тоже очень мягкие, нежные, пошли, несмотря на то, что они желтенькие, они пошли в венскую энергию, наверное, для баланса. Много вот этого мышиного горошка, мускари, всех этих бобовых тоже было. И отдельно так все это приправлено было таким розово-лиловым душистым горошком, таким степным. Ну, в общем, я и сейчас помню эту энергию, как она раскрывалась, такое кристальное, при этом обволакивающее мягкое чувство, что ты в коконы какие-то, как матрешка, укутываешься, укутываешься, каждый поток по-своему выстраивал такой плазменный кокон вокруг. Но, в общем, было классно, наверное, надо это повторить. Если позволит пространство и будет мир здесь.